Парковаться под старыми разваливающимися зданиями готовы лишь смелые и отчаянные одесситы. Пара камней с фасада бывшего кинотеатра Одесса приземлилась прямо на несколько автомобилей. По словам горожан, водителю одной из машин придется чинить заднее стекло и люк, а другому ремонтировать капот. Благо обошлось без пострадавших. Уже несколько лет заброшенное здание на площади Веры Холодной не вызывает доверия. Все начинают свои туры от Соборной площади, народ гуляет. Обращают сразу внимание на огромное здание с надписью «Кино, Одесса кино». К сожалению, кинозала здесь нет. Где-то с 2000-х годов, в 2010-м его выставили на продажу. Вот так и непонятно, продали, не продали, что с ним будет. А вообще построено здание чуть больше 100 лет назад, в 1909 году, Тимофеем Янчисом. Причем Янчис это строил для офицерского клуба. Здесь было офицерское собрание, здесь проходили офицерские сборы. Здесь были всевозможные какие-то мероприятия. Здесь же можно было, не знаю, сыграть в шахматы, заняться фехтованием и костюм пошей. То есть все, что необходимо было военному в этот момент. Меняет свою функцию здание после революции, потому что здесь создается музей имени Фрунзе, в котором, кстати говоря, сердце Котовского хранилось долго. На самом деле многие думали и долго думали о том, что это было в анатомическом музее, это было здесь, при армейском музее. И здесь же в 1953 году, уже после войны, кстати говоря, кинотеатр не совсем похож на то, что было построено, потому что все-таки во Вторую мировую здание очень серьезно пострадало. И в 1953 году его полностью перестраиваю, создавая один из самых больших кинотеатров тогда в стране. В нем шесть разных залов, причем один из которых был исключительно для спецпоказов. Он был маленький, то есть как бы специализированные фильмы, и малое количество людей на них попадало. И один из залов был со стереокино. Это то, что вот можно сравнить сегодня с 3D-фильмами. Очки, которые были необходимы, объемное изображение. То есть вот все так, как в современности. По сложившейся традиции одесской застройки, около 10 лет назад на месте старого кинотеатра планировали соорудить пятиэтажную стекляшку и разместить в ней отель вместимостью в чуть более 130 номеров. Но местные власти проект не поддержали. Владельцы здания, компания «Технострой», уже предпринимали попытки продать обреченную городскую заброшку за 10 миллионов долларов. Но сделка сорвалась. То, что мы увидели недавно, что там упали камни, это ответственность собственника, который не выполняет условия договора, не следит за захоронностью данного объекта. Если вы гуляли по Приморскому бульвару, есть ряд подобных зданий, огромных, с красивыми фасадами, которые рушатся, потому что собственники не могут найти применение своему объекту. А продать по той цене, когда они его купили, когда еще был пик, скажем так, продаж, они уже не могут. А за копейку отдавать тоже не хотят. Соответственно, все то, что мы с вами сейчас видим, имеет исключительно один выход. Это штрафовать собственника за несоблюдение условий охранного договора. Сегодня памятник архитектуры выглядит печально. Большинство окон выбиты, стены покрыты трещинами, а куски – отваливающиеся лепнины, угрожающие надвисать над тротуаром. И остается только представить, как здание попытается напомнить о себе в ближайшее время. Татьяна Бурумбей, Герасим Олесенков, телеканал «Припартер».